Первые тренировки на воде. Спасатели региональной поисково-спасательной базы Северо-Западного авиационного спасательного центра Росавиации начали плановые тренировки по водно-спасательной подготовке. Они начинаются после освобождения реки ото льда и проводятся ежемесячно. Подробности в материале Марии Даник. Переодевание в специальные костюмы и спуск лодки на все уходит порядка 30 минут, после чего отправление к месту плановой тренировки. Для ее проведения выбрана акватория реки Печора. На глубине 16-17 метров спасатели поочередно оттачивают мастерство по спасению пострадавших, их транспортировке, оказанию первой помощи, подготовке к эвакуации вертолетами с мест происшествия. Здесь задача такая, достаточно простая, подготовить спасателя к проведению поисково-спасательных работ в море. То есть для этого выбрали акваторию Печоры, место пошире, чтобы люди чувствовали себя в невидимости береговой черты, находились на какой-то глубине, морально-психологически были готовы остаться в море. Ну и выполнить вот такие действия, введение радиосвязи с вертолетами, имеющимися средствами, значит, подготовка к эвакуации на авиационные плац средства и дальнейшая подготовка к эвакуации на вертолет. Данный этап тренировки – это только начало. Дальше спасатели будут отрабатывать эти же элементы уже на большом водоеме с использованием вертолетной техники. Это вот есть такой первоначальный этап подготовки, на котором мы основные элементы отрабатываем, чтобы у нас потом у спасателей, как и с пазлов, сложилось вот это вот выполнение поисково-спасательной операции на воде. То есть в дальнейшем они все выйдут на спуске с вертолета, где уже совместно с экипажами дежурных поисково-спасательных воздушных судов будут отрабатывать непосредственно эти элементы на крупном водоеме где-то. Тренировки спасателей региональной поисково-спасательной базы Северо-Западного авиационно-спасательного центра Росавиации на воде традиционно проводятся с июня и до конца сентября. Мария Даник, Антон Водряков, Телеканал «Север».